По-прежнему происходит очень активная политическая, государственная жизнь, включая и внутриполитическую, и внешнеполитическую. Вчера сразу же дважды Байден встречался с законотворцами. Сначала на ланче на Капитолийском холме, а потом еще и вечером с мэрами городов и с губернаторами штатов, естественно, демократических, у себя в Белом доме. Так что можно сказать, что вчера было два официальных застолья. Кстати, о застольях. Очень принято в Вашингтоне посудачить на завтра после каких-то похожих на то, что я сказала в событиях. А что было на столе? А что предпочитает Байден родом из Пенсильвании? А Пенсильвания – это штат, где изначально поселились и по сей день живут выходцы из Германии под названием амиши-эмиши-эминониты. И они за долгие годы и даже века своего пребывания в Пенсильвании, безусловно, каким-то образом повлияли и даже очень на кулинарные пристрастия. Вот почему в Пенсильвании с особенным любовью и приоритетом и знаменитые немецкие сосиски из таких крупных кусков свинины и из морковки на гриле приготовлены. Это, кстати, излюбленные те самые атрибуты еды Байдена, о которых он с удовольствием любит говорить. Ну, а вчера он говорил об этом еще с придыканием, потому что как раз сегодня эта тема немецких мотивов в жизни самого Байдена, выросшего в Пенсильвании, продолжится сегодня, когда Вашингтон приехала и будет общаться с президентом, канцлер Германии Ангела Меркель. И тоже это будет по всем правилам и протоколам прием, и будет встреча сначала и беседа, и параллельно Джилл Байден и Эохим Завер, супруг Ангела Меркель, а когда приезжает с супругом или с супругой, это еще добавляет важности и значимости визиту. Все знают, что через три месяца Ангела Меркель уже уходит со своего поста, но все-таки три месяца – это достаточно большой срок, где на прощание можно успеть сделать очень многое, включая то, о чем они договорятся сегодня с президентом. И тут я готова была развивать и развивать эту немецкую ноту, переплетающуюся как с эмишами и в том же Деловере, где родовой дом, где дом сегодняшний Байдена, родовой в Пенсильвании. И вообще эта тема очень интересная и глубокая для Америки. Но тут я должна еще и ваш взгляд перенести на тему французскую, потому что все эти последние дни, даже получая замечания от моих постоянных корреспондентов и слушателей о том, что я слишком горько и слишком много говорю о памятниках, тут я должна как раз уже с улыбкой и удовольствием сказать, что не только сносят, но и, как теперь выясняется или выяснилось сегодня, памятники добавляют и открывают. Открыли после очень долгого закрытия главный памятник, главный мемориал и главный символ американской столицы – это мемориал Вашингтона. И он является самой высокой точкой со смотровой площадкой, совершенно новым уже монтированным лифтом. Так что открытие вчера и сегодня снова доступа на смотровую площадку – это еще один большой шаг от пандемии к нормальной жизни в надежде на то, что в ближайшее время не будет оснований вновь закрыть, тем более что лифт – это все-таки достаточно плотно друг к другу стоящие люди и закрытое пространство. Но не только о памятнике Вашингтона сегодня говорят и с удовольствием в столице. А еще об одном совершенно новом памятнике, но при этом очень старом и очень известном, и очень популярном. В общем, речь идет о Статуе Свободы. И если Статуя Свободы в английском варианте имеет два названия, что и дает возможность четко отличать ту самую Статуе Свободы, что находится у входа в Нью-Йорк, а той, что над куполом Капитолия, то та Статуя Свободы, что появилась вчера в Вашингтоне и будет открыта в эти выходные, это она уже открыта, но пока еще не все могут подойти, потому что это двор французского посольства в тех самых посольских рядах. Так вот, Статуя Свободы – это абсолютная копия, но чуть меньше трех метров, привезенная из Франции. И будет она теперь и в Вашингтоне. Так что у Статуи Свободы Нью-Йоркской появилась младшая сестра. Ее привезли и установили не навсегда, а всего пока на 10 лет, видимо, понимая, какие сложности существуют с памятниками в Америке. Но 10 лет – это достаточно миленький срок, поэтому можно смело сказать, что наряду с низвержением, уничтожением и демонтажом появился еще один новый и очень, надеюсь, такой достопримечательный кусочек в Вашингтоне у красивого, похожего на замок, здания посольства Франции. И это было торжественно, и посол выступал, и представители американского правительства, и госдепартамента. И это, конечно, позитивно. Так что на этой позитивной ноте еще раз напоминаю Вам, что мемориалов и памятников, как и интересных объектов в мире, очень много и в Америке очень много. И это как раз то, почему я так люблю вместе с Вами путешествовать. И в каждом моем эфире приглашаю Вас для участия в путешествиях, описание и расписание которых на моем сайте аннатопоровский, одним словом, топоровский, skv, на конце, точка кам, даткам, посмотрите, обратите особое внимание на тот самый маршрут, который является для нас знаковым, и который, начиная 6 ноября, продлится 8 дней до Лос-Анджелеса из Нью-Йорка, по 70-й дороге, и 8 дней из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, по легендарной 66-й. И это удивительное путешествие, крутое через 24 штата, то есть через половину Америки, можно сказать смело, это, конечно, то, что запомнится всем на долгие-долгие годы, и чем можно будет гордиться. Вот почему я думаю, что раз в жизни это надо обязательно сделать. И как раз есть чудесный повод, выводящий нас из пандемии, из домашнего затворничества. Много и других маршрутов, так что я буду очень рада, если вы выберете себе любой, и будете звонить, сообщая об этом, радуя меня и всех, кто будет вместе с вами путешествовать. На всё обращаюсь с вами, желая вам хорошего настроения, хорошей температуры, не такой жаркой и изнурительной. Конечно же, не тех проливных дождей, что поставили под сомнение Ангелу Меркель лететь или не лететь в Америку. Всё-таки там есть и разрушения, и жертвы, и она всё-таки решила, выразив соболезнование, лететь. А значит, погода тоже как-то регулирует, корректирует наши решения, наши действия, чтобы она нам благоприятствовала во всём и добавляла здоровья и настроения. На всё обращаюсь с вами, с любовью к вам из Вашингтона. Всегда ваша Анна Топоровская.